Нарок чести. Книга первая. Честь – это Бог, чистое сознание Вселенной, суть духовности и науки, сохранение планеты и природы, экологии и миротворчества. Без чести – всё ложь и иллюзия на пути к разрушению. Часть первая. Имя Бога – Хозяин последнего вдоха. Как зовут твоё сердце? Где границы прекрасной души? Из темницы, из плена, так рвётся она стать нетленной. Но темница прочна, если знаешь, где ключ, расскажи. Только честь вдохновляет на поиски этой свободы, На людские страдания нет силы мне больше смотреть, И поэтому тайны сияющего мироздания. О, искатель, открой, не позволь себе просто сгореть. Ближе, чем твоё сердце, к тебе – это истина жизни. Где источник, найди, где энергия, мысли твои? Обманули тебя и красивые ложные мысли, В вечном море твоём, эскадрильи чужих кораблей. На поверхности волн, наши мысли разорваны в клочья, Словно пена морская, на вечности смелом ветру, А под ней глубина, словно космос преддверия рая. Уходи в глубину, эта пена тебе ни к чему. Будь глубокой волной на поверхности той бесконечной, А не маленькой каплей, растаявшей в дым облаков, Но плывёт по волнам твоей жизнью взор быстротечный, И мечтает и верит, что цели достичь так легко. О, беспечные люди, как брызги того океана, От весла рыбака, что небрежно так в вас расплескал. По простору его бесконечному мечнице странно. Успокойся, мой друг, будь водой, и найдёшь, что искал. Называю хозяина тайн этим чистым сознанием, Что струится в душе твоей, вечно не зная конца. Бесконечна она, это сущность всего мироздания. Стань водой, мой друг, ведь вода не имеет лица. Нет там личности временной, чётких границ и пределов, Лишь великий предел бесконечности этой святой. Стань водой, мой друг, ведь святая вода твоё тело, И приблизишься к жизни, вселенной, мой друг, стань водой. Это честь, это чистая личность души нашей вечной. Это честь, где обман невозможен во веки веков. Ты зовёшь его Бог, называя его бесконечность. Стань же честью, мой друг, стань водой, и будешь готов. Растворись в океане святого того мироздания. Успокойся хотя бы на миг в его очи взгляни. Только пена ума нам готовит свои испытания. Будь глубокий, мой друг, ты не бойся его и нырни. Я нырнул в глубину океана на миг, на минуту. И была бесконечность вокруг, и была глубина, И была высота, и разорваны брендные путы. И вернулся обратно, ведь рано ещё не туда. Часть вторая Святая суть духовности земной, Прошу тебя, вовеки будь со мной. Не покидай же чистое сознание. Приют мой бренный, освети собой. Всей мудрости связующая нить. Святая честь, весь мир соединить. Все знания в едином ожерелье. Тебе лишь суждено, что тут мудрить. Наука без тебя, сплошной обман. Религия, как утренний туман. Лишь честь основа истины и жизни. Ты щит надёжный для людей и стран. С тобой наедине, в тиши ночной, Я обретаю силу и покой. Средь бедности, богатства, суеты. Лишь ты растишь стихов моих цветы. Ты вдохновение мудрых и святых, Пророков и влюблённых, только ты. Рождение и жизни ты исток. И ты первопричина этих срок. И вот сейчас их не было и нет, Но дарит их читателю твой свет. Твои глаза читают твой завет, Твоя душа во всех, кто видит свет. В ком чистота, достоинство души, Тот всем несёт тебя сквозь эту жизнь. И дружба, и прекрасная любовь Всё лучшее является тобой. Лишь расстояние между этих срок На время прерывают твой поток. Лишь холод, превращая воду в лёд, На миг лишь прерывают жизнь и ход. Вот так и зло, отсутствие тепла. Извечна та борьба тепла и зла. Добра и холода, как лето и зимы. В борьбе лишь этой вырастаем мы, Как семена от матушки земли. Уходим, чтобы цветами стать смогли. Прыжок ребёнка в небо навсегда И вниз заждём, ведь мы с тобой вода. Часть третья Осколько есть учений о тебе, О вечности, природе и судьбе. Все люди чести лишь тебя находят, Бесчестные лишь спорят о себе. Ты на виду у всех, твоя рука, Моё сердечко двигает пока. А глупые тебя глазами ищут, Тысячелетиями и не нашли пока. А глупые в страданиях и слезах Берут лишь прах, что видят их глаза. Но вместе с жизнью, как вода сквозь пальцы, Прах, словно слёзы, не вернуть назад. По капельке слезинка за слезой В тот океан уходим на покой. Но человек не прах и не слеза, Но дух, смотрящий сквозь твои глаза, Сквозь бренный прах, Глядящая на прах. Мы, души, каждая в своих мирах. В нас целый мир, вселенная внутри, Глазами сердца на неё смотри. Там нет границ и нет там никого, Лишь ты и Бог, и больше ничего. Лишь Он тебя услышит, словно мать, Лишь Он тебя способен понимать, Лишь Он тебя ведёт сквозь мира прах, Лишь Он находится во всех телах. За невнимание ближних не суди, Все слышим мы только Его в груди, Общаемся с другими сквозь Него, А больше и не видим ничего. Часть четвёртая Старательно строит дома муравей Свои пирамиды, А куча людей Себя объявила царями планеты, Смеётся над ними любой муравей. Какие пришельцы найдут на земле Разумную жизнь, что сияет во мгле, Чей разум, сознание, дух совершенный Немногих отыщет людей на земле. Мой друг, ты читаешь и мыслишь так много, Но ведь не для каждого это дорога. Живи же, будь сильным, Следи непрестанно За честью своей терпеливо и срога. Она ведь алмаз, Что в сознании свободном Блестит в мудреце, Но не в теле животном. Живёшь на земле Среди этих двуногих, Но будь осторожен, Ума в них немного, Лишь самая малость, Чтоб выжило тело. Но если душа расцвести не успела, То тело исполнит святую мечту, И в землю родную уйдёт, В пустоту. И те, кто без чести для тела живёт, Привязанные к телу, Как камни плывёт. Так плыть тяжело, И расплата близка. Мой друг, встань водой, Воспари в облака. Так что же нам делать, Как вечность обресь? Лишь помни, Начало духовности, честь, Кто держится чести, В том высшая суть, Тех разум и сердце Наставит на путь. Часть пятая Я был учителем от Бога И совершенство воспевал, Лишь к истине искал дорогу, Все тайны вечности искал, Сквозь дебри лжи и тьму иллюзий, Сквозь бедность, глупость и грехи Я прорывался к свету, К людям, Достойным, мудрым, дорогим. Их мало, но они титаны, Найди их и учись, мой друг. Пройди толпу созданий странных, Не замыкай порочный круг. Кто не стремится к совершенству, Тот раб, обманутый рабом. Ищи свободных, Дай надежду, Душе своей войти в их дом. Там ждут тебя, И так страдают, От тех, кто предал сам себя, Чьё сердце не смогло оттаять, Борясь, пылая и любя. Я жду тебя, Пробейся, ангел, Сквозь демонов и лень свою, Используй все, Чтобы проснуться, Чтобы не сгинуть в том бою, Чтобы не поверить в эту глупость, Что честь и правда лишь мечты, Что нет чудес, А есть лишь грубость, Топтать прекрасные цветы. Пройди сквозь демонов отродья, Так, чтобы они, Как тьма в ночи, Бежали прочь своей дороги, От пламени твоей свечи. Пройди сквозь них, Как меч горящий, На части разрывая грех. Ты будь собой, Будь настоящим, Примером огненным для всех. Возьми же мудрость всех учений, И верь, Все сможешь охватить. В тебе живет бессмертный гений, Его ты должен пробудить. А честь и меч тебе поможет, Отсеять истину от лжи, И все преграды уничтожить. Тогда поймешь, Что значит жить. В ком чести нет, Живет без Бога, Сколько бы храмов не прошел, Трудна несчастного дорога, Будь он вынослив, Как осел. Ошибок груз несет Не спешно, Мешки прекрасных мудрых книг, Тому слух груз бесполезный, Пусть тратит, Ночи он и дни, На поглощение мертвых знаний, Они без цели, Лишь зола, Любая цель, Любых деяний, Без чести, Пыль и мишура. Так пусть же сила вдохновения, Твою поддерживает жизнь, Когда твое предназначение, Честь, мудрость, Праведность души. Часть шестая. Приходит зло из-за морей, Уничтожая честь, И чистоту твоих детей, Семьи и рода честь, Народ, что мудрость променял, На деньги стран чужих. Достоин войн и нищеты, Не жалуйся на них, Через страдания и смерть Глупцов ведет судьба, Чтобы душой не умереть, Убей в себе раба. Ведь Бога мы зовем отцом, Не отчимом своим, Мы не рабы, А дети в нем, Мы силы вместе с ним, Что переводят словом раб, Сотрудник значит там, В заморских книгах о душе, Не верь ты всем словам. Исследуй мысли, проверяй, А вера нам дана, Чтобы предкам верили своим, На это честь нужна. Ученый честный, Все найдет ответы в книгах тайн, Кто правду честь не продает, При жизни строит рай, Свой ум оттачивай, И дух глупцы нам не нужны. Предатель заведет в беду Народ любой страны. Чтоб ты забыл о слове честь, Вот цель твоих врагов, Вонючий ветер перемен с далеких берегов. Роков смрад, Бесчестия ад, Размножится в веках, В любой стране, Где иноземцев носят на руках. Храни традиции веков, За новым не спеши, Вся новизна полезна тем, Чье имя торгаши. Не зря о вечном говорят Все мудрые слова, Ведь ценность главная, Есть жизнь, культура, голова. Та голова, что на плечах, А не в чужих руках, В которой чести нет, Лишь прах на разных языках. Не языки учи, а смысл, Великий и вечный смысл, Тогда не стыдно за язык, Которым правит мысль. Учи же мудрости детей, Не трать их время зря, На языках чужих морей Им сказки говоря. Веди их в лес, К природе той, Что родиной зовешь, Где вечность дышит сквозь цветы, Где не родится ложь, Где силы Бога вечный храм, Нерукотворный свой, Лишь там творящий жизнь, Творец, прекрасный и живой. В здоровом теле сильный дух, И разум не раба, В живом лишь твой Великий друг, Твой Бог, твоя судьба. Не среди мертвых городов Могущество искать, Вот тайна мудрых мастеров, Сумей ее понять. Часть седьмая. Те, кто не любят слово честь, Заблудятся во лжи, Им Бога не дано познать, Не тот размер души. Путь к счастью для таких далек, Они еще в аду, Им не прочесть до этих строк Всю эту ерунду. Начало их пути во тьме, Пороков, боль, бед, Ведь в их обманутом уме Неярок правда свет. Сквозь философию придут Лишь лучшие из них К порогу истины души, У меня самых мудрых книг, Нет чувства и души, Без искренних и умных глаз. Учителей живых, Святой души твоей алмаз, Ты не увидишь в них. Живое зеркало, Родной и близкий человек, Мудрец лишь нам откроет то, Что не найдешь вовек. Культура тысячи веков Крепчала и росла, Как древо древнее, А ты, травинка, так мала. Расти под сенью мудрецов, И, может быть, тогда Святое звание, человек, Заслужишь навсегда, И солнцем вспыхнешь на века Для тысячи планет, Но не для них, а для себя Прозрей, чтоб видеть свет. Часть восьмая Аллах, Бог, да, Он, Абсолют, Мы так тебя зовем. Но как зовешь ты сам себя, Не знаем мы о том. Словами выразить тебя, Нет, это не для нас. Лишь чувства, близкие к любви, Дают нам этот шанс. Ведь их язык Превыше слов Он выразит и то, Что, как священная любовь, Не выразит никто. Лишь чувства, развивая вглубь, Приблизишься к тому, Чьи совершенства не познать, Ни телу, ни уму. Да, чувства, скорость велика, Ум медленный, скупой, А тело просто берега, С текущей душой. Река небесная души Безбрежна и чиста, А разум, лодка в той реке, Не вечно и проста. Мудрец, стремись понять себя, До глубины души. Тогда душа поймет тебя, Сольется с жизнью жизнь. Природу так же познавай, Она есть душа. Пусть перельется через край, Наполнит каждый шаг, Наполнит силой, красотой, Энергией святой. Лишь ей под силу Исцелить и дух, и разум твой. Сольется с телом, разум твой, И станет мудрецом. А мудрость встретится с душой В священном храме том. Часть девятая Только духовность прославит народ, Только духовностью сердце живет. Жадный народ презирающих мудрых Вынужден славить героев и спорт. Там, где богатые, зря свысока, Учителя в нищете на века. Землю такую ждут войны и рабства, Воля таким не нужна дуракам. Словно природа под властью людей, Глупые под властью того, кто умней. Учителя – это высшая каста, Не торгашам быть у власти в стране. Ум торгаша даже тело продаст, Тело свое за богатство и власть, Даже страну и религию предков Ради наживы ничтожное продаст. Ум торгаша – калькулятор простой. Часто такие правят страной, Рвутся лишь к власти, порокам, деньгам, Только не к чистым цветым мудрецам. Ум торгаша должен деньги считать, Но не душою его управлять. Часть десятая Та сила, что творит нас каждый миг, Твой личный Бог, Творец, Аллах, душа, Рождающий и вечный наш родник, Твой род – ци, прана, Агни, лед и жар, Вода, земля и воздух – семь стихий. Семь наших тел рождаются сейчас, Ступени, а не считанные дни. И нет, не завершен никто из нас, Пока живешь, ты знает только Бог, Кем будешь ты, глупцом или святым, Надейся и расти всему свой срок, И свет люби, чтобы получить плоды. Твоя душа, ребенка, райский сад, Выращивай цветы, защищай, Наш ум обрезали, У каждого свой ад, Ты по травинке райский сад свой воскрешай. Святой родник струится в том саду, И чистая, как честь его вода, Питает душу детскую твою, Что в том саду мечтает, как мечта. Люби же, как любовь, свой сад души, Водой и чести поливай цветы, Расти немедли, но и не спеши, Вкус райской жизни, зрелые плоды, Не вытянешь травинку за росток, И силой не раскроется цветок. Люби же свет и честь, свети мечтою, Искрись, как искренность, Живи живой водою. Часть одиннадцатая Неужто истина сложна, И путь к ней по горам из книг, По листьям с буквами из них, Научишь только болтуна, Сосуд культуры, знаний, план, Вот к ней и смысл, значение букв. На языках народов, стран, Прочти всю мудрость и забудь. Найди горячие сердца Живых великих мастеров, Учись и не теряй лица На повторение умных слов. Ведь мастер учит нас душой И мыслью каждую живой В конкретный миг из бытия, Где чистый разум без старья, Без хлама слухов обо всем, Что в голове с собой несем. В живом моменте, здесь, сейчас Тот свет учителя для нас. И в этом чудо жизни, суть, Лишь так получишь тайный путь. Учитель жизнь передает, От сердца к сердцу путь ведет. Характер очищай, готовь, Чтоб встретить мастера любовь. Она, как честь его, чиста, Святая райская вода. Стань той водой, мой друг, найди, Источник тот в своей груди. Тогда святой тебя найдет, И мудрый прочь не оттолкнет. Ведь нам открыты все пути, Коль дух напьется от счастья. Тогда найдет тебя сам Бог, Как ароматнейший цветок. Мечтой о чистоте живи, Ты плод божественной любви. С любви мы начали свой путь, Цветок любви, вот наша суть. Останут сладкими плоды От чести той живой воды. Часть двенадцатая. Кто ни в культуре, Ни в духовности живет, Такой безумец миру смерть несет. Политики, солдаты, торгаши, Преступники без знания души. Но если в мудрости они живут, Становится священным всякий труд, Тем должности не принесут вреда, Кто пребывает в истине всегда, А кто в пороках действует, Тогда не дарит жизнь достойного плода. Без мудрости заряженная власть Безумному поможет лишь упасть. Не стоит после сетовать на жизнь. Живи душою, коль стремишься ввысь. Коль цели нечисты, тут жди беды, Напейся чести той живой воды. Течет она из глубины веков, Она учений мудрых вечный зов. Сам Бог питает чистые сердца, Акара настигает подлеца, И жизнь его проходит, как в аду, В тревожном ожидании конца. Часть тринадцатая Разумная жизнь на планете Земля Имеет зеленый цвет, Дарит она щедро питание всем, У кого еще разума нет. Она первородна из тысячи форм, Сияющий раз и сад, Извечный, что был до начала времен, До рождения слова «Ад». Разумная жизнь на планете Земля Источник всех наших тел Всю прочую жизнь породила она, Всевышний так захотел. Все низшие формы Телом своим, зеленым, Накормит она, Оставьте же плоть Иисуса Христа, И кровь вам его не нужна. Ведь так повелось, Что рабы суеты Всех топчут, кто мал и слаб, Но снова весной Побеждают святы На могиле, в которой раб. Старайся же, друг мой, Успеть осознать, Где разум живет на земле. Иди же к нему, Стань бессмертным святым, Чтоб не сгинуть без славного мгле. А ключ экологии в росте души и чести не угадь себе, Ведь жадность причина накапливать в хлам. Ее семя в другом грехе. Страх смерти рождает в нас жадность всегда, Когда глупость и карма сильна. А мудрый ведь знает, Откуда в нас жизнь И в чем ее семена. Откуда же глупость? Причина в том, Что мудрость есть опыт веков, Но враг разрушает культуру твою И честь уважать стариков. Семья, что без древней культуры, живет, Проходит уроки сама. Страдания, боль, бездуховность несет, Везде, где избыток ума. Лишь разум и сердце рождают цветы, Гармонии в жизни твоей. Все это прожили, мой друг, До тебя века поколений людей. Нет времени жизни самим открывать Нам опыт сотен веков. Возьми эти мысли, чтобы не страдать От груза глупейших грехов. Грех значит ошибка, Неправильный путь, Так мысли же умные над всем. Не старые сказки, Религии суть, Лишь в ней глубина этих тем. Сквозь глупость, обман, Проберись у душа, Закончи свой поиск святой, И взращивай честь, Ростки не спеша, Наставника мудрой рукой. Часть четырнадцатая В чем смысл того, что Бог один, А в том, что мир един, Как телу нашему один, Лишь разум господин. Но тот ли разум, Что умом считаем мы его, Считает ум, А разум есть хозяином всего? Что есть победа над собой, И кто в ней победит? Коль я победу одержу, Я буду и разбит. Не будь обманут, человек, Будь целостным, одним, Воюю с грехами, Не с собой, И будешь ты любим. Но не себе себя любить, Не два тебя внутри, А потому что, если два, То может быть и три, Или каждый орган господин, А может два и три, Будь целостным и будь един, Сомнений нет, смотри. Совместных мнений больше нет, Уверенность пришла, Ведь ты единый вечный свет, Где нет борьбы и зла. Ведь если и могут два добра В тебе существовать, Тогда добрее кто из них? Как это нам понять? Добро одно и зло одно, Но это два добра. Кому понять, то суждено, В том век не будет зла. Часть пятнадцатая. Бог дал мне звание, Поэт, хвала ему и честь, И потому как соловей Сложил я эту песнь. О чем же петь еще, друзья, В стране, где мира нет? Но кто услышит соловья Средь тысячи планет? Лишь для создателя легенд Прекрасные слова, Чтобы о чести много лет, Как эхо шла молва. Святые притчи и стихи, Язык духовных книг, Пусть все учения добра Мой стих объединит. Вся мудрость мира оживет В сердцах, где честь жива. И укрепят таких людей, Пусть мудрость и слова. Наполню силою святой Я каждую из рифм. Читай душою их, мудрец, Пусть мир тебя хранит. Лишь чистой, сильной душой Все беды победит. Пусть даже горе и беда Его лишь укрепит. Ведь силы телу дарит дух На добрые дела. Идет меж ложью и душой Война добра и зла. Лишь в этом главная война, А внешняя лишь дым От первозданного огня, Что в сердце мы храним. Мы все хранители его, Так не предай себя. Кому ты служишь, выбирай, Живи, мой друг, любя. И ненависть, сама любовь, Обманутой души. Пойми, что любим мы одну, Святую силу, жизнь. И поклонение жизни той Религия одна. И в этой истине простой Вся суть заключена.